Даже не верится, что это у нас последняя лекция. Сегодня мы с вами прошли по нелегкому пути анализа того, что из себя представляет наука и философия. И мы увидели, что одна из основных проблем противостояния науки и Божьего откровения – это как раз философское осмысление научных изысканий, научных открытий, достижений и измерений. Вот это проблема. Мы говорили с вами о том, что есть разница между наблюдаемыми или измеряемыми фактами и данными, полученными, вернее, давайте я скажу по-другому, между данными, полученными в результате наблюдения или измерения, и интерпретацией этих фактов, философском обобщении этих вопросов. Также есть серьезная проблема, когда научные какие-то открытия пытаются универсализировать, распространив знания о каком-то событии на вселенский масштаб. Ну и третья основная проблема заключается в том, что человек строит модели, и эти модели, они работают лишь в ограниченном пространстве. Когда мы говорим о тайнах бытия, моделирование невозможно здесь, потому что невозможно эти модели никогда проверить, никогда экспериментальным способом и прямым наблюдением подтвердить. Мы говорили также с вами об истоках философии. Философский метод образования, философский метод познания окружающего мира пришел к нам из Греции. Греки создали нам определенный математическо-логический, философский аппарат, с помощью которого практически познается сегодня мир. И очень часто бывает так, что, в принципе, ну, мы все пользуемся логикой, нам нужна математика, мы нуждаемся в математических доказательствах, но проблема возникает тогда, когда мы делаем утверждение такого плана. Если что-то не вписывается и не поддается осмыслению с помощью этого логического, математического, философского аппарата, значит, оно не имеет права на существование. Мы также говорили и о другой стороне. Другая сторона проблемы, когда есть проповедники в основном, которые претендуют на то, чтобы быть креационизмами, и они пытаются воевать фактами против фактов. Вот, дескать, есть факты, которые доказывают существование Бога. Я вам хочу сказать, еще когда я занимался физикой, это было давно, 20 лет назад, кстати говоря, я очень благодарен Всевышнему Богу за то, что Он позволил мне получить именно такое образование, потому что в основе физики действительно лежит математическая логика плюс эксперимент, то есть это слияние математической логики и эксперимента. Физик-экспериментатор, а я был физиком-экспериментатором, делает какие-то измерения, наблюдения, после чего Он уже применяет определенные математические схемы для того, чтобы представить математическую модель того или иного явления. Подобный подход, Он создает внутреннюю структуру и систематизацию, которая, как говорится, помогла мне в моих последующих научных исследованиях, которые не очень имеют отношение к физике. Именно поэтому уже некоторые вопросы конкретные, связанные с физикой, уже у меня так в памяти не свежи. Я не занимался физикой, будем так говорить, с 90-го года. Но, тем не менее, физика дала мне вот эту вот структуру, с помощью которой я смог построить мое изучение тех наук, которыми я сейчас занимаюсь. Но самая, как говорится, большая беда, как мы уже говорили, это когда физические открытия буквально переходят в плоскость философии. И вот здесь это, конечно же, проблема. Сама философия, ее основной целью является попытка познать мир и дать ответы на те вопросы, на которые, пожалуй, ответит человек своим, ну, будем прямо говорить, грешным умишкам, пожалуй, не в состоянии. И один из вопросов мы сегодня с вами попытаемся разобрать. «Возможен ли дуализм добра и зла?» Давайте попытаемся вникнуть в проблему. И начнем с того, как философия смотрит на этот вопрос. Интересно, в пятницу кто из вас был, я вам показывал слайд, на котором было отражено высказывание Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин отказался от креационной модели возникновения мира, когда, пронаблюдав за определенными явлениями в области животного мира, пришел к выводу, а неужели Бог мог создать вот таких вот паразитов? Вы помните? Я вам хочу сказать, что проблема добра и зла, она является самой ключевой проблемой, почему, самой ключевой причиной, почему люди сегодня отказываются верить в Бога. История, конечно же, она не очень красиво нам показывает первопричины. Как мы уже говорили с вами, католицизм ввел систему догматов. Если человек пытался уклониться от догмата вправо или влево, это грозило отлучением от церкви с соответствующими адскими муками. Но в конце концов эпоху средневековья сменяет эпоху просвещения. И начинается, человек начинает думать. И всякий раз, когда поднимается вопрос зла, церковь, которая в рамках богословской системы католицизма, в рамках теологии католицизма, ну что ли, является основным и самым главным, будем сказать, отправной точкой авторитета, ответа на этот вопрос не дает. А почему ответ на этот вопрос не дается? Ну, потому что церковь сама является источником зла. инквизиция с изощренной системой пыток – это что, добро? Костры, на которых сжигают теретиков, это что, добро? Естественно, другие явления, коррупция, которая имела место, все это, конечно же, вызывает у людей недоверие. Но так как церковь даже не намекает на то, что вообще можно посмотреть в священное описание, то идеи философские начинают развиваться. И вот, в частности, происходит развитие философии вот таким вот образом. Вот у нас формирование философского подхода и попытка выяснить, что является первичным – мышление или бытие. и вот обратите внимание на дуализм. Философский дуализм – сосуществование двух самостоятельных первоначал. То есть, вы видите характеристики дуализма. В первую очередь, мышление или бытие. вот это союз или эти природа или дух материальное или идеальное. Вот это вот или оно указывает на то, что есть противоположности. То есть, это типичная греческий менталитет. Греческий менталитет мыслит всегда категориями черного или белого. Что-то должно быть либо черное, либо белое. Проблема в том, что греческий менталитет, он очень часто изобретает подобные противоположности там, где их на самом деле нет. Например, в философии стойков существовало противопоставление материи и духа. Вот, тут они. Природа или дух? Материальное или идеальное? Это стойки. Человеческое тело называли бренной материей. Человеческий дух назывался божественным началом. дуализм стойков вот эти вот идеи стоицизма, они находят свое прямое отражение в развитии христианского монашества. То есть, основная идея монашества это усмирить бренную грешную плоть. Вот эта идея монашества греческого стоицизма, она проявляется, когда возникает вопрос о воздаянии праведникам и грешникам. Понимается однозначно. тело разлагаясь исчезает в могиле, а вот душа либо наслаждается в раю, либо мучается в адском огне. И на одной из лекций мы с вами показывали, что Библия не разделяет этого философского подхода. Вот у нас определение дуализма в философии. Направление, согласно которому существуют два равноценных, не сводимых друг к другу основания бытия. Материальное и духовное. Материальное начало является логическим продолжением сотворенного мира, а потому отвечает за физическое существование и научное познание окружающей действительности, когда же духовное начало в свою очередь представляет собой проекцию божественной воли, а в некоторых философских концепциях воплощение сущности Бога. Возникает понимание души как присутствие и воплощение божественного в каждом человеке. На наших лекциях мы подробно говорили о том, что Библии дуализм чужд. В Библии не существует противопоставления между плотским и духовным, материальным и идеальным. Библия не характеризует никакой объект или субъект с точки зрения его материальности или нематериальности. И это, я скажу вам, самая главная проблема многих исследователей и читателей Библии, когда они пытаются вписать понимание библейский текст, библейского в силу нашего с вами греческого образования вот такого вот подхода, когда все нужно делить. Это материя или это не материя? Но это, как говорится, исходит из дуалистической философии. Интересно будет вам увидеть такое вещь, как дуализм в физике. Перед вами исследование такого явления, как свет. Проводились различные эксперименты над светом. Почему? С одной стороны, Максвелл был такой известнейший физик, открыл и объяснил свет как электромагнитную волну. То есть, что такое волна? Волна это колебание материи, маятник. Сюда-сюда, материальный объект. Электромагнитная волна это колебание электромагнитного поля. А я уже вам когда-то рассказывал, что поле определяется физике как вид материи, который воздействует на различные заряды. Что это такое? Очень просто. Значит, электромагнитная волна бывает разной частоты. Например, мы пользуемся с вами радио. Радиоволна это электромагнитная волна. Если мы пойдем выше частоты, перейдем границу сверх высоких частот, колебания электромагнитного поля, да, радиоволны мы не видим, то сначала мы перейдем из радио в спектр инфракрасного. Инфракрасное излучение это тоже электромагнитное излучение. Как мы его ощущаем? Через кожу. Это ощущение тепла. Поднимаем частоту выше и мы начинаем ощущать электромагнитную волну глазом, сетчаткой нашего глаза. Наша сетчатка ловит, начиная с красного цвета, заканчивая фиолетовым. Все цвета радуги. Да, помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждое слово здесь это выше и выше и выше частота, пока наконец не переходит в ультрафиолетовый. А с этим надо осторожно, потому что наша сетчатка уже его не видит, а наша кожа его начинает ощущать. и если мы не имеем достаточно меланина, как у жителей Африки или Южной Индии, то, естественно, у нас начинаются меланомы, которые могут быть весьма опасными. Ну а выше начинаются уже рентгеновские лучи, которые с ними уже шутить очень опасно. Мощный источник рентгеновского излучения. Я занимался моей области рентгеновскими снимками кристаллической решетки. Я, конечно, сам не пытался это сделать, но мой начальник говорит, что если к этой рентгеновской лампе приставить кошку, то она пожарится в течение минуты. Вот. Такими рентгеновскими трубками мы пользовались для того, чтобы заснять фотоснимки кристаллов. Ну а дальше лучше уже не говорить. Это гамма-излучение попав под прямой источник гамма-излучения, человек умирает от радиационной лучевой болезни в течение нескольких дней. Вот так мы ощущаем это поле, да, и свет, ну вот то, что нам глаз видит, вот эта волна, да, частота, колебания. Однако же интересно начали исследовать дальше, и вот такой Луи де Бройль был, уже, видите, обнаружил, что свет, ну это было тоже известный факт еще с времен Ньютона, Ньютон до Максвелла сколько лет жил, давно говорил, что свет это поток частиц, особых частиц, которые называют, элементарных частиц, которые называются фотонами. Так вот, частица или волна спор шел, пока Луи де Бройль не смог вывести математическое уравнение, которое установило корпускулярный, корпускула это частица, корпускулярно волновой дуализм, то есть, что такое свет? Это одновременно и частица и волна. И вот здесь очень много возникает интересных следствий. Если греческая философия, если греческая философия, она у нее или, понимаете, то вот здесь, в физическом дуализме, два на первый взгляд противоположных свойства объединяются в один и. А в Библии как? Давайте возьмем самый простой пример. Кто такой Иисус? Сын человеческий, правда? А может быть, Он Бог? Так кто Он? Сын человеческий или Бог? Бог Вы видите, в чем проблема? Проблема в частице, в союзе. Надо ставить Он Сын человеческий и Бог. То есть греческий дуализм это дуализм или тогда же как Библия это и. очень часто может быть и. И дуализма не существует. С точки зрения греческого подхода как это может быть? Человек это не Бог. Бог это не человек. Дуализм нет в иудаизме. Дуализма в не извините в семитском в библейском мышлении дуализма нет. Как? Встретимся с ним спросим. Но Божье откровение ни в коем смысле не дает нам не показывает нам сосуществование противоположностей. Да, для стойков это проблема. Как это бренное человеческое тело соединяется с Божественным? Но Бог же создал человека в теле. Он что, совершил ошибку? Вы понимаете? вот какие есть интересные моменты. Но к сожалению 19-20 век это совершенно другое направление. Начинает развиваться материализм. То есть вот это вот мы с вами говорили о Фалесе, родоначальник примитивного материализма, средневековый материализм это у нас метафизика, ну и естественно добро пожаловать Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин. А в диалектическом материализме кстати основу диалектического материализма заложил Гегель, который утверждал, что источник развития находится не вовне, а внутри развивающегося объекта это борьба составляющих его противоположностей. Видите? Куда, какой поворот показывает, дает нам философия? И вот естественно сформированы Марксом законы материи. Проявление диалектики закон отрицания отрицания борьба противоположностей в развитии. Вот куда этот дуализм вывел. Вот куда этот дуализм выводится. И конечно же мы видим, что источниками диалектического материализма, вот если нам прослеживать от греков, вот то, что мы вам показывали, является конечно же зороастризм. Можно так сказать, одна из первых, как говорится, философских направлений религиозных. И кстати говоря, если мы говорим о греческой философии, то греческая философия, конечно же, является продуктом эллинизма. А что такое эллинизм? Эллинизм это не просто греческие философии. Эллинизм это греческая философия, которая, конечно же, в эпоху Александра Македонского уже существовала в своем расцвете, да, вы помните, мы с вами изучали, что учителем Платона был, вернее, учителем Аристотеля был Платон, а Аристотель сам был учителем Александра Македонского. То есть мы видим вот это вот с чем, с каким багажом Александр Македонский отправился завоевывать мир. Мир Он быстро проскочил Иудею, не остановившись там надолго и оказался, естественно, на территории Медоперсидского царства, где он и столкнулся с идеями зароастризма. Конечно же, зароастризм сильно отличается от греческой религии, но тем не менее, обратите внимание, одно из постулатов зароастризма. Вера в существование духовного мира. Вы видите, Платон изобрел его на одном конце Средиземного моря, Персы тоже так же ведет. Вы видите, это случайное совпадение. Друзья, мы точно так же, как мы с вами показывали, что развитие вот этой теологии древних мифов, оно не случайно. Мы с вами показывали развитие вавилонской мифологии и какую богословскую весть несет в себе эта вавилонская мифология. И мы также увидели с вами, что вавилонская система распространяется на Индию и распространяется на другие цивилизации, точно так же, как египетская. Таким же образом, это мы видели, это у нас, естественно, второе тысячелетие до нашей эры. А здесь мы с вами третий век до нашей эры уже мифологию все оставили. Греческая мифология уже это в прошлом. Сегодня это, конечно же, платоновский логос, да? И здесь то же самое мы видим, интересно, Заратустра, да, вы видите, это Ахура Маэду, да, мудрый Бог, благой Творец. Вот, есть такое единобожие в Зарастризме, но точно, как в платонизме существования духовного мира, хотя, вы видите, совершенно независимо друг от друга развиваются. И два духа святой и злой от выбора, между которыми зависит судьба человека в духовном мире. Почитайте это, подумайте, что христианство, да? Если, конечно, у вас до сих пор не выработался библейский подход к вопросу, который отрицает платоническую картину существования духовного мира. И вот мы видим вот эту идею, что, оказывается, у человека существует вот два духа, злой и добрый. Удивительно в иудаизме есть такая молитва. Баруха Таднелу Гейну Мелагаламбу, Аславена Споть Бонаш, Царь Селенной, Гамавир, Шане, Шена, Мейнаи, У, Цнума, Ме, Афисей, значит, который пробуждает от сна и убирает полудрем от очей, пусть добудет ваил рацолна фанеха адона алагейну ва алагея ватэну, пусть будет благоугодным пред очами в Господе, Тебя, Господи, Бог наш, и Отец наш, что у нас будут, чтобы мы прилепились ше таргилейну бетора у двакейну бе митсвотейха, чтобы мы прилепились к Твоей Торе и чтобы мы следовали за заповедями Твоими. Эта молитва вроде неплохая, да? Но на самом деле это молитва с помощью которой в средневековом иудаизме человек отгонял Ецархара. Что такое Ецархара? Вы видите, написано Ецархатов, Ецархара. оказывается, в иудаизме существует вера, то, что внутри человека борются два начала злое и доброе. И вот, чтобы в человеке победило доброе начало, надо помолиться этой молитвой у Чатровины. Удивительно, что в иудаизме средних веков, это именно таким образом у нас эти традиции появляются, есть восприятие, что Бог сотворил человека. Вот это как иудаизм объясняет наличие зла. Что Бог сотворил внутри человека два борющихся начала. Начало злое и начало доброе. И человек должен постоянно бороться и прилипляться к доброму началу. Есть даже такая интересная традиция. Рассказывается о шабате, когда иудей из синагоги в пятницу идет домой, его сопровождают два ангела. Злой ангел и добрый ангел. И когда он приходит и видит, в доме все прибрано, свечи горят, стол накрыт, жена его ждет с вкусным ужином, добрый ангел штыряет его в правый бок и говорит, и подсказывает ему, скажи же, скажи же, иудей говорит, да будет благословен Господь Бог наш царь вселенной за такие великие благословения, которые он мне послал в этот шаббатний день, и да будет это каждый шаббатний день, на что злой ангел стоящий слева невольно говорит аминь. То есть, вы понимаете, в чем проблема, друзья мои? Вот эта проблема дуализма и сосуществования приводит к безусходности. Именно она приводит к безысходности. Если мы созданы так, что внутри нас борется доброе и злое начало постоянно, то опускаются руки. Но Господь совершенно по-другому ставит вопрос. в Библии постоянно красной нитью проходит тема Бога, который любит человека. Знаете, в 2006 году я взял интервью для нашего журнала, тогда он назывался Шаббат Шалом, сейчас он называется на английском языке Шалом Адвенчер, я взял интервью у одного раввина. Это раввин Ирвин Гринберг, очень интересная личность. Ортодоксальный раввин, который написал книгу. книга называется «Во имя неба и земли» по-русски если перевести. И он рассказывает свой опыт, как он познакомился с христианами, как он изучая, исследуя Голокост, долгое время хотел прийти и христианам высказать то, что у него накипело, сказав им «Да как вы можете поступать так и какой что-то противоположно тому, что учит ваш собственный Бог?» Я не буду долго рассказывать эту историю, вы можете на сайте «Борух.инфо» прочитать интервью с ним, но слушая этого ортодоксального раввина, это действительно удивительно, ортодоксальные раввины так не общаются с христианами, я просто диву давался, человек этот начал общаться с христианами и он постепенно начал понимать и так положительно говорил об Иисусе, об апостоле Павле, я просто диву давался. Я ему задал вопрос, чему вы думаете христиане могут научиться от иудеев? И вот в этом контексте он говорил, что они должны понять, кто такой Павел, что он был раввином и так далее, и так далее. Ну, это как бы мне было ясно, но мне было интересно услышать обратный вопрос. Я ему говорю, Раби Гринберг, скажите, пожалуйста, а чему вы думаете иудеи могут научиться от христиан? И он тогда говорит, общаясь с моими христианскими друзьями, я осознал, что Бог, которому я поклоняюсь и служу, любит меня. В синагогах этого не говорят! Я это понимаю очень хорошо. В ортодоксальной синагоге фокус на делании, нежели на созерцании. Но текст, который перед вами, это интересно, этот текст очень интересный. 31 глава Иеремии. Я не имею возможности сейчас вам рассказывать долго по книге Иеремии, но все книги пророческие, они из себя представляют по своей структуре вот такую вот как бы ну что ли волнообразная структура, знаете, такая впадина. То есть с чего начинается? Начинается с того, что первая часть пророческой книги это всегда обличение. Чем дальше, тем хуже, чем дальше, тем хуже, чем дальше, тем хуже. И наступает, а вот если вы почитаете пророка Иеремии, там страшные обличения. Там начинается второй главы Иеремия, с третьей главы, прямо в глаза Израиля, Иерусалим, Иудея, ты прелюбодействовала со многими любовниками под всяким ветвистым деревом, там еще похуже. Чем дальше, тем хуже. И вообще, если знаете, читаешь Исаию, там интересно, у Исаии немножко сложная структура, там вот эти вот, как говорится, ямки, они внутри коротких, более коротких отрывков, и там всегда Мессия приходит и вытягивает Израиль, который упал на дно, а в Иеремии нету. В Иеремии всего лишь одно очень короткое упоминание о Мессии. Но вот это вот 30 глав обличения, 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 и после этого, вернее, не только обличения, понимаете, как это сказать, дум, приговор, понимаете, проклятие, там, понимаете, кости, долина сынов Яновых, туда все ваши кости выбросят, понимаете, птицы их склюют, никто не похоронит, плоть своих детей будете пожирать, потому что будете, понимаете, там вообще, и проблема в том, что это все сбывалось, Еремея не пророчествовал, там неизвестно насколько вперед, это все сбывалось, потому что вот была осада Иерусалима, понимаете, Еремея пытался вот этими, ну, будем так нагреть, как это лучше выразиться, такими громогласными призывами, очень жесткими, очень острыми, Еремея как-то старался остановить народ от скатывания пропорсти, а оно ничего не останавливалось, и вот переход, любовью вечную я возлюбил тебе, и потому простер к тебе благоволение. Вы видите, что интересно? 31 глава дальше пойдет, я заключу с Израилем Иудой Новый Завет, я восстановлю, понимаете, тут он разрывает Завет, и тут же заключает, непросто, правда, в определенной ситуации от Бога на Израиль исходит и добро, и зло. Но это одна сторона вопроса. Да, в иудаизме вы услышите о том, что от Бога исходит и добро, и зло, потому что Господь стремясь спасти нас, чтобы остановить нас на пути своем грешном, Он может сделать нам больно. Вы знаете, я не могу не привести этот пример, его рассказывал один мой хороший коллега и наставник, может быть, многие его знают по Зоокску, я не помню точно, кто это был человек, это семья, но он был страшным пьяницей. Он избивал жену, избивал детей, вынес все из дома, она была верующая христианка, она не знала уже, что делать. Каждую неделю в церкви возносились молитвы и, казалось, ничего не помогает. И вдруг внезапно этот муж буквально пластом слег в больницу с ужасными болями. Эти боли, конечно же, исходили из его циррозной печени, в которой росла с огромной скоростью опухоль. И вот рост вот этой опухоли, он фактически, знаете, чувствовал этот человек, как будто кто-то врезал ножом через брюшину и ковыряет в его печени. То есть, вы можете себе представить, а так как он алкоголик, его ничто не берет, морфий не берет. Вы понимаете, вот в этом состоянии он с криком, он кричал непрерывно, потому что боль была там, зашкаливала любой болевой порог, но из-за своего алкоголизма, из-за того, что у него была полностью разбитая нервная система, он даже не был в состоянии потерять сознание. и вскричал он сказал, Господи, если ты есть, я готов умереть, потому что ему сказали, ты умрешь, я готов умереть, хоть через час, но только убери от меня эту боль, и если твоей воле угодно, чтобы я выжил, я буду служить тебе всю жизнь. И Бог ответил на его крик мольбы. И он, по-моему, до сих пор еще жив и совершает дьяконское служение. Такое бывает, такое бывает, но однако же в Библии есть еще одна объективная реальность, о которой пишет нам Новый Завет очень прямо. Вот Петр говорит нам трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Здесь употребляется у нас слово дьявол от греческое дьяволос, да, мы уже говорили о его значении, а вот арамейское слово сатана на еврейском а сатан означает восставший. Интересно в иудаизме, когда есть концепция доброго начала и злого начала, ецар готов, ецар гора, есть концепция того, что Бог может и от Бога может исходить добро и зло и в какой-то мере это есть. Но главная концепция, к сожалению, отсутствует. Отсутствует, можно так сказать, полномасштабное признание существования вот этой личности по имени восставший существования вот этой личности. Ну, нельзя сказать, что полностью отсутствует. Копаясь в раввинистической литературе, я нашел единственное конкретное употребление слова гасатан в истории о жертвоприношении Авраама. Речь идет о том, это удивительная вещь, есть в раввинистической литературе такой жанр Агада, который называется сказание. И вот там рассказывается о жертвоприношении Исаака, Авраамом. И начинается рассказ с того, как Авраам с Исааком идут на гору Мария, которая, естественно, сегодня в Иерусалиме, из Бейршевы. Между Иерусалимом и Бейршевой хороших километров 120, а то и не, 180 километров. То есть, им идти прилично. Они шли три дня. То есть, хорошо шли. И вот на этом пути написано, сатана являлся три раза в пустыне. Они идут в пустыне Негев, и сатана три раза является. Один раз он является Авраамом в виде молодого человека и начинает беседовать с Авраамом, говоря о том, а ты уверен, что Бог тебе сказал сделать то, что ты собираешься делать. И вообще, ты об этом рассказал Исааку? второй раз сатана является в виде старого мужчины Исааку. И говорит Исааку, слушай, ты вообще в курсе, что твой отец-старик выжил из ума? И это он тебя идет приносить в жертву? Удивительно, что это Агада о искушениях сатаны, которые тот дает Аврааму и Исааку на их пути к горе Морио для совершения жертвоприношения параллельны истории о трех искушениях, которые дьявол дает Иисусу в пустыне. Потому что как Авраам, так и Исаак отвечают в сатане на их аргументы так написано. Это единственное место в Медраше Танхума, где рассказывается о сатане. Разные на этот счет есть мнения, почему иудаизм молчит о сатане. Прежде всего, опять же, иудаизм это религия действия, нежели созерцание. И поэтому раввины стараются умалчивать это. Ну, прежде всего, потому что раввинов, раввины как бы боятся что ли говорить открыто об этом вопросе, потому что сам Ветхий Завет, Танах, говорит несколько завуалированно. Вот посмотрите, например, как говорит из пророк Исайя в 12-й главе, в 14-й главе. 14-я глава Исайи, мы уже с вами немножко смотрели, она является частью большого пророческого изречения, в котором 13-я и 14-я глава рассказывают о Вавилоне. Так вот, если 13-я глава, которую мы с вами ранее читали, говорит о падении Вавилона, то 14-я глава говорит о царе Вавилона. И мы с вами говорили, я напомню, что в 13-й главе нам говорится о не просто падении города Вавилона, столицы нового Вавилонского царства. Но речь идет о падении духовного Вавилона. Вавилона, чья идеология всегда позиционировалась как противодействие Израилю, который был носителем библейской идеологии. И вот 14-й главе говорится о царе Вавилонском и у этого царя Вавилонского есть, оказывается, имя. Имя у него Хелель, Деница или утренняя звезда Сын Зари. Понятно, что такого царя в Вавилоне не было. Также понятно, что ни один Вавилонский царь не пытается вознести, не пытался вознести свой престол и стать подобным верховному божеству Вавилона. Этот же Деница сын Зари Хелель бен Шахар на латинском переводится это имя. Как? Люцифер ставит непосредственную задачу вознести свой престол и уподобиться Всевышнему. Друзья мои, это ли единство и борьба в развитии? Это ли дуализм? Вы понимаете? Да. В отличие от греческого дуализма, где присутствует союз или в Библии очень часто бывает и. если греки задают вопрос Иисус человек или Бог, то в Библии Иисус и человек и Бог. Если греки задают вопрос Бог, от Бога исходит любовь или суд, то очень часто в Библии описано нам, что от Бога исходит и любовь и суд, но здесь у нас большое исключение. Вот этот библейский персонаж не списывается ни в какую картину, потому что этот библейский персонаж ставит своей задачей свергнуть Божье правление, ставит своей задачей вознести свой престол. Это аномалия. Вот почему о ней говорится таким непрямым образом и довольно вскользь, но емко. Смотрите, вот еще один царь, царь тирский и тоже интересный персонаж. Видите, непрямое упоминание, но достаточно емкое. Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. ты находился в Едеме, саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбунку, изумруды, золото. Все искусно усажено у тебя на гнездышках, нанизанное на тебе, приготовлено в день сотворения твоего. Сразу же в разуме, в памяти знатоков Торы должен возникнуть образ священника, первосвященника храма. Ну и, естественно, следующее выражение, ты был Машех, Керуб, Машех, понимаете, помазанный Машех, то есть, это Херувим, то есть, вот это понятно, да, это в кавычках Тирский Царь, он был Машехом, то же самое слово, если вы найдете в греческом языке этот перевод в языке или будет сказано Христос, понимаете, потому что помазанный это греческое Христос, и, конечно же, Херувимом, чтобы осенять, а что осенять, что такое осень? Бог сень с правой руки моей, тень, то есть, Херувим осеняющий, два осеняющих Херувима стояли на ковчеге для того, чтобы крыльями своими. Смотрите, друзья мои, вчитайтесь в этот текст, вчитайтесь внимательно, это разве дуализм противоположностей, создал ли Бог? Часто задают вопрос, а почему Бог создал сатану? Бог создал сатану? Да, создал помазанного Херувима, а не сатану. Вы понимаете, что это история, она настолько неординарна, что пророки напрямую не употребляют даже имя. Ну, конечно, в книге Йова, единственный раз, в книге Йова, во всем Танахи употребляется слово сатана. Йова 1.8 «И был день, когда собрались сыны Божьи, чтобы прийти пред лицо Божье, и среди них пришел Хасатан». Имя-то собственное. То есть, все были сынами Божьими, а среди них пришел один восставший. Что этот восставший начал делать? Он начал ставить под сомнение саму искренность любви. Вы понимаете, это серьезная проблема. Знаете, это действительно был умнейший из умнейших, мудрейший из мудрейших. Вот представьте себе, вы женатые люди, замужние женщины. Вот представьте, ваш муж или вы приходите к своей жене, да, и говорите, улыбаясь, «Моя дорогая, моя любимая, я так тебя люблю». что-то в этом роде. Она смотрит на вас из-под лобья и спрашивает, а что тебе надо? В чем проблема, друзья мои? А друзья мои в том, что она сомневается в искренности его слов. Как вы думаете, поможет вот так стучать, как горилла по грудной клетке и кричать, да я правду говорю? Серьезный вопрос. Почему сомневается? Возможно, что-то было сделано, что разрушило доверие. Можно словами восстановить доверие? восстановление доверия очень сложный и длительный процесс. Вы понимаете? Едемский сад и опыт. Ну, или кто-то, что-то, какое-то сомнение посеял, и она этому сомнению поверила. И что теперь? А теперь надо восстанавливать отношения. А это очень болезненный и длительный процесс. Почему Бог допустил такое? Почему Бог поставил это дерево добра и зла? Опять же, это разве, это что, дуализм? Да нет, друзья мои, я всегда люблю эту песню Высоцкого. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, помните, что дальше? если сразу не разберешь, плох он или хорош, то тогда парня в горы тяни. Рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой, сам поймешь, кто такой. Понимаете, любовь это интересное глагол. Знаете, почему? Если я вас сейчас попрошу встать, вы встанете, потом попрошу сесть, вы сядете, попрошу вас что-то написать, вы напишете. Я могу приказывать, я могу стоять на коленях и умолять, попросить вас любить, и если это у вас не получается, вы мне не сможете это сделать. Из всех команд, если говорить, знаете, такой старый, старым языком операционной системы МСДОС, да, когда была командная строка, и ты что-то набираешь, а потом кнопка ЭНТЕР, если эта команда не соответствует синтаксису и формату языка операционной системы, она вам грязно сругнется и скажет невыполняемая команда. Так вот, к сожалению, на слово люби, даже когда написано, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем помышлением, это неисполняемая команда. Его невозможно ни попросить, ни приказать, его можно только выбрать. И вот это длительный процесс восстановления отношений, потому что было поставлено сомнение. Сатана поставил сомнение «А даром ли богобоязнен Йов? А даром ли богобоязнен Йов?» Самая древняя книга, самая первая книга священного Писания, это книга Йова, где, кстати говоря, рассказывается и впервые, то есть фактически, друзья мои, удивительно, но в самых первых, самых древних стихах, которые были написаны рукой человека, упоминается имя Сатана. Сатана, как восставший, который пришел и поставил под сомнение искренность верности Йова Богу. И восстановление отношений стоило очень-очень дорого. Что произошло с Йовом, мне не надо, думаю, долго рассказывать. Пожалуй, нет такого человека, с которым произошло столько, сколько произошло с Йовом. начиная с потери имущества, продолжаясь потери всех детей и завершая потерей здоровья, не просто здоровья, ну, умер бы и умер, но мучительная болезнь, ужасная мучительная болезнь. Ну, и, естественно, его друзья. Они умным говорят, мой любимый стих, можно ли исследованием познать Бога? Мы начали с этого стиха, но в контексте эти стихи, какие бы мудрыми они ни были, отражают одну очень интересную закономерность человеческого ума. Это мыслить причинно-следственными связками, которые в случае с Йовом никак не работали. если вы немножко знаете структуру книги Иова, то вы, наверное, в курсе о том, что книга Иова с третьей по сороковую главы представляет собой большую поэму. Скорее всего, эта поэма была найдена Моисеем во время его пребывания на Синайском полуострове, тогда, когда он бежал от фараона и женился на своей жене Сепоре. Вот. Но Моисей, так раввины предполагают и богословы, написал к книге Иова «Видение и эпилог». То есть это Моисей написал о сатане, который задавал вопросы Йову, Богу. Иов-то этого абсолютно не знал. Все, что хотел Иов, когда он вел разговоры свои с этими друзьями, он хотел поговорить с Богом. от кого шло зло это все на Иова? Как Иова это понимал? Ну, он-то понимал, что это Бог. Ну, естественно, сразу понятно, нам, читавшим начало, это, конечно же, сатана. Хороший вопрос, если логически подумать. О сатане кто разрешил? Вы понимаете, очень непростой антологический вопрос. Если мы говорим, добро исходит от Бога, а зло исходит от сатаны, то следующий сразу же за этим вопрос возникнет, а что Бог не знает, что сатана будет делать? Или что Бог не контролирует ситуацию? Знаете, на этот вопрос есть два ответа. Первый ответ звучит в книге Иова, когда Бог задает Иову вопросы. Бог не пытается сказать и рассказать ему, да, что произошло. Он говорит ему, где был ты, когда я полагал основание земли? Мы уже разбирали эти тексты. Эти тексты показывают нам ограниченность нашей способности познания, потому что нас не было, когда это все происходило. И мы можем лишь только предполагать и выдвигать гипотезы, но никаким образом мы не можем, ни один серьезный ученый не может заявить, что гипотеза большого взрыва является истинной, стопроцентно доказанной, как теорема Пифагора. Где был ты, когда я полагал основание земли? Почему Бог не придет к Йову и не скажет ему? Ну, дорогой мой, послушай, я знаю, что ты пострадал, я знаю, я знаю, но пойми и меня, у меня вот такой разговор с сатаной получился. Знаете, в чем проблема? Два ответа. Первое. Если бы Бог так говорил, это бы выглядело как попытка оправдаться. Есть ли у Бога в чем оправдываться? Или есть ли у зла логическая причина? Второй вопрос. А если даже у зла и есть логическая причина, то что? Вы понимаете, я, может быть, говорил вам о том, что одна моя знакомая разуверилась в Боге и перестала ходить в церковь, сказав «Я не могу видеть Бога, что Он сделал после того, что произошло в Беслане». я себе представляю такую картину. Представьте себе, эти террористы звери, их всех переловили. Понятно, это они сделали, это они убили, это они расстреливали этих детей. Ну, давайте их представим, переловили. Ну, там даже одного поймали, ну, всех их переловили, посадили на скамью подсудимых. То есть, вот она причина вот этого конкретного зла, вот она. Ну, теперь давайте к ним откажемся от юриспруденции 20 века, 21, и применим к ним юриспруденцию времен короля Генриха 8. Вы знаете, что бы им сделал король Генрих 8? Он бы закипятил масло и просто бы их аккуратненько опустил в чан с кипящим маслом и превратил бы их в картошечку фри. Как вы думаете, заслуживают эти изверги такого? О, да! О, да! Они, может, даже заслуживают четвертовань, если бы взять бы и постепенно отрубать им в течение суток каждую конечность. Представьте себе родителей этих школьников, которые бы сидели и смотрели на эту казнь. Великое утешение, правда? Большое утешение. Мы нашли причину зла, вот мы его наказываем. Утешайтесь, плачущие родители, утешайтесь, а нет же. Друзья мои, книга Йова не была бы для нас утешительным уроком, если бы не слова его, записанные в девятнадцатой главе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день из праха восставит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, глаза мои, не глаза другого, увидят его». Вот она конечная цель. Вот выход из ситуации. Вот где в Библии заканчивается парадоксальный семитский дуализм и начинается однозначный монолизм. Когда Бог дает решение проблемы. Решение проблемы, которое устроит всех и утешит всех. Ибо наступит день, когда Господь восставит из праха распадающуюся кожу нашу. «И тогда нам не нужно будет как Дарвин думать, а зачем паразиты, а зачем то, а зачем все, а мог ли Бог сделать так, а мог ли Бог, может, контролирует ли Бог ситуацию. Да, друзья мои, контролирует. В свое время президент США Гарри Трумэн сказал по-английски «The buck stops here» и показал на Белый дом овальный кабинет. По-русски это звучит так. Показал на Белый дом он сказал «Вот моя крайняя хата, в которой я живу и я здесь крайний». А не то ли же сделал за нас Бог? Когда мы говорим «Почему? Почему не контролируешь? Почему не знаешь? Почему допускаешь? Не сказал ли Иисус «Я крайний» и «Я пошел на Голгофу, чтобы умирать за каждого, кто желает решения проблемы?» Вот крайний, а вот решение. Вот в этом вся суть Божьего откровения, а остальное комментарий. будем же изучать Божье откровение. Откровение «Открым» «Открым» и «Открым»